Рельеф земли равнины Рельеф земли равнины Рельеф землетрясение и вулканизм А к внешним процессам Выветривание, работа ветра, ледника Работа текучих вод, морского прибоя А также, как вы, наверное, догадались И деятельность человека Одной из внутренних сил является Движение литосферных плит Именно благодаря движению литосферных плит И землетрясением и вулканизму Образуется большинство гор Мы знаем, что земная кора Бывает двух типов Океанической и материковой Так, при столкновении двух континентальных плит Образуются складчатые горы При столкновении океанических плит Образуются подводные вулканы И вулканические острова При столкновении океанической И материковой плит Образуются окраинные горы Глубоководные желоба и вулканы ну а расхождение литосферных плит приводит к образованию гор из пород, излившихся на поверхность земли вдоль разломов. Если внутренние силы всячески пытаются сформировать рельеф на поверхности земли, то внешние силы всячески пытаются его разгладить. Одной из мощных внешних сил является выветривание, и эта сила никак не связана с ветром, хоть на первый взгляд и очень похожа с этим словом. Что же такое выветривание? Выветривание это разрушение горных пород и минералов под действием перепадов температур, влажности и живых организмов. Так выветривание можно разделить на три группы физическое, химическое и биологическое, или по-другому говорят органическое. Физическое выветривание это разрушение горных пород и минералов под действием перепадов температур. Мы знаем, что резкий подъем температуры приводит к расширению минералов, из которых состоят горные породы, а резкое снижение температуры к их сужению. Эти резкие скачки температур приводят к тому, что горные породы растрескиваются и впоследствии разрушаются. Химическое выветривание связано с химическими веществами, растворенными в воде. Эти вещества всячески взаимодействуют с горными породами, тоже разрушая их. Биологическое выветривание связано с растениями и животными, и продуктами их жизнедеятельности. В процессе жизнедеятельности животные и растения выделяют разнообразные вещества, которые также вступают во взаимодействие с горными породами. Так проявляется биологическое или органическое выветривание. Продукты разрушений или обломки скатываются вниз к подножью. Далее они переносятся водами рек, ветром, ледниками и морскими волнами. Так образуется большинство равнин. На картинках мы видим равнины, которые, например, образовались наносами рек. Эти равнины называются алювиальные. Формы рельефа, созданные ледником, называются моренными. Формы рельефа, созданные ветром, называются эоловыми. Ну и на последней картинке мы видим форму рельефа, созданную морскими волнами. Что же такое равнины? Равнины это обширные выровненные участки земной поверхности с небольшими перепадами высот. По характеру поверхности равнины можно разделить на две группы. Плоские, практически без перепадов высот, как например западно-сибирская равнина, и холмистые с заметными перепадами высот, как например восточно-европейская равнина. Равнины также можно различать по высоте. Так выделяют низменности, если их высота от 0 до 200 метров над уровнем моря, возвышенности от 200 до 500 метров над уровнем моря и плоскогорья от 500 до 1000 метров. Равнины также можно различать по происхождению. Равнины бывают первичными, образованные за счет подъема морского дна, как например прикаспийская низменность. Равнины бывают наносными, образованные наносами рек, как например индогангская и амазонская низменности. Равнины бывают вулканическими, образованные потоками ламы, сгладившие неровности, как например среднесибирское плоскогорье у нас в России. И равнины остаточные или денудационные, образованные на месте разрушенных гор, как например казахский мелкосопочник. На карте равнины изображаются разными цветами, зеленым, желтым и светло-коричневым, в зависимости от их высоты. Так низменности изображаются на карте зеленым цветом. Ярким примером можно привести амазонскую низменность, лаплатскую низменность, примексиканскую низменность, прикаспийскую низменность и индогангскую низменность. Возвышенности изображаются желтым цветом. Примеры можно привести следующие, Смоленско-Московская и Валдайская возвышенность на территории нашей страны. Плоскогорья изображаются светло-коричневым цветом. Примеры — это плоскогорья Декан и Среднесибирская плоскогорья. Впервые о силах формирующих рельеф на поверхности земли заговорил великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Это было очень важно с точки зрения изучения и освоения территории. Ведь занятия на равнинах и в горах принципиально отличаются. Так на равнинах чаще всего люди занимаются растеневодством и пастбищным животноводством, а в горах приоритет отдается кочевому животноводству. Большая часть территории нашего Крыма тоже равнинна. К примеру, у нас выделяют такие равнины — Тарханкутская возвышенность, Северокрымская низменность и Центрально-Крымская равнина. Ребята, в Крыму тоже есть горы. Называются они Крымские и находятся на крайнем юге нашего полуострова. Состоят они из трех параллельно стоящих гряд — внутренней, внешней и главной. Наивысшая вершина наших гор находится на главной гряде и называется она Романкош. Ее высота — 1545 метров. А как вы думаете, наши горы по высоте? Средние, низкие или высокие? Оказывается, наши горы по высоте низкие, так как средние высоты их до 1000 метров. По возрасту наши горы молодые, несмотря на то, что вершины их не пикообразные, а сглаженные, столообразные, называемые яйлами, что в переводе с тюркского означает «летнее пастбище». И раз наши горы молодые, то в них наблюдается сейсмическая активность. Землетрясения случаются у нас очень часто, однако их сила невелика и может зафиксироваться только сейсмографом. Последнее крупное и мощное землетрясение было зафиксировано в 1927 году в Ялте, и его сила составляла 8-9 баллов. Равнины — наиболее заселенные участки суши. Так повелось с давних времен, что на равнинах гораздо удобнее заниматься сельским хозяйством, чем в горах, поэтому люди заселяли их быстрее. И в настоящее время преимущество равнин сохраняется. На них гораздо удобнее и дешевле строить города, дороги и размещать промышленные предприятия. Например, Восточноевропейская равнина занимает 1,5 часть территории России, однако на ней разместилась большая часть населения нашей страны. Здесь исторически сформировалось ядро нашего государства. Давайте подведем итог нашего урока. Итак, что же такое рельеф? Рельеф — это все неровности на земной поверхности. Под воздействием каких сил изменяется рельеф? Рельеф — результат взаимодействия внутренних и внешних сил. Внутренние силы всячески пытаются создать неровности на поверхности земли, а внешние силы всячески пытаются их разгладить. Что такое выветривание? Выветривание — это разрушение горных пород и минералов под действием перепадов температур, влажности и живых организмов. Какие типы выветривания изображены на картинках? На первой картинке изображено физическое выветривание, а на второй — органическое. Вставьте пропущенные слова в предложение. Равнины — это обширные, выровненные участки земной поверхности с небольшой разницей высот. Установите соответствие. Равнины различаются по высоте на низменности, возвышенности и плоскогорья, а по внешнему облику на плоские и холмистые. Установите соответствие. Низменности — это равнины высотой до 200 метров, возвышенности — равнины высотой от 200 до 500 метров и плоскогорья — равнины высотой от 500 до 1000 метров. Домашнее задание. Прочитать параграф 24 в учебнике, обязательно запомнить определение рельеф, выветривания и равнины, и рассмотреть в атласе примеры равнин. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые пятиклассники! Сегодняшний урок по русскому языку мы начнем с вами с игры «Угадай-ка». Что перед вами? Что это? Слова, предложения. В первом ряду — пила, еж, воробей, клюква. Во втором ряду — ягода, инструмент, птица, животное. Конечно же, вы без труда скажете, что это просто слова. А что будет, если мы превратим их в предложения? Пила — инструмент, еж — животное, воробей — птица, клюква — ягода. Да, это предложение, но самое главное и самое важное, что в этих предложениях появляется знак препинания, с которым мы с вами сегодня познакомимся. Мы будем говорить сегодня с вами о знаке препинания, тире. И тема сегодняшнего урока — тире между подлежащим и сказуемым. Самое главное и самое важное — знать, когда и в каких случаях вам необходимо поставить тире между подлежащим и сказуемым. Итак, два веселых человечка нам помогут. Правило звучит так. Если подлежащее и сказуемое выражены существительными, в форме именительного падежа, между ними ставится тире. А вот слова «это» и «есть» — это те самые слова-подсказки, которые вы можете поставить на месте тире. Давайте посмотрим, как работает это правило. «Грачи» — это наши первые весенние гости. «Грачи» — «есть» — это наши первые весенние гости. «Грачи» — это наши первые весенние гости. Конечно, нам подходит слово «это». Оно больше по смыслу подходит к этому предложению. И, кстати, слово «это» и находится в самом предложении как подсказка. «Сорока» — птица плутоватая. «Сорока» — это птица плутоватая, скажете вы без труда, а значит на месте этого слова мы поставим обязательно тире. И в первом и во втором случае обратите внимание. Слова «грачи», «гости», «сорока», «птица» — это все имена существительные, которые являются подлежащим и сказуемым. А вот третье предложение «репей для осла» — самая вкусная пища. И четвертое предложение «аистята» — прожорливые птенцы, я думаю, не составят для вас трудности. Итак, подлежащие репей, сказуемая еда, аистята, подлежащие птенцы. Всказуемое все эти слова выражены именами существительным и в именительном падеже, и вы смело можете поставить тире. Пятое предложение «осла» — голос резкий и громкий. Почему здесь, скажете вы, не стоит тире? Да потому что в данном случае сказуемое выражено не существительным, а словами резкий и громкий, а это прилагательное. И, безусловно, никакого тире здесь не нужно. Будьте внимательны. Лошадь-подарок и ложка-подарок. В сложном предложении и первое простое предложение, и второе тоже могут быть выражены подлежащие и сказуемое существительным и в именительном падеже, а значит, между ними ставится тире. Маленькая собачка до старости щенок. Я думаю, с седьмым предложением вы справились самостоятельно и без труда. Подлежащая собачка, сказуемое щенок и оба слова выражены именем существительным в именительном падеже. Давайте проверим себя. Песня с бури вечно сестры. В чем сложность этого предложения? В том, что здесь подлежащее выражено не просто словом, а словосочетанием. Песня с бури. А сказуемое слово сестры, поэтому тире вы обязательно поставите. Море чудесное, синее и нежное. Предыдущий тренинг научил нас, что если сказуемое выражено именами прилагательными, чудесное, синее и нежное, тире вы ни в коем случае не поставите. Кремль – сокровище русского зодчества, творение великих мастеров, живая летопись многовековой истории. Если вы без труда определили, что слово Кремль – это подлежащее, а слова – сокровище, творение, летопись, сказуемое, выраженное существителем. Значит, после слова Кремль мы обязательно поставим тире. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый. В этом предложении три простых предложения, и в каждом из них мы не поставим ни в коем случае тире, потому что вы без труда скажете. Слова несносная, скверная и упрямый – это прилагательная, а естественно, они не могут или они не диктуют в данном случае постановку тире. Агата Кристи – самый популярный автор детективного жанра. Обратите внимание на то, что подлежащее здесь выражено именами собственными – Агата Кристи, а сказуемое слово – автор. И то, и другое слово – это существительное, а значит тире между ними необходимо. Давайте проэкспериментируем. Следующий момент, правило, на которое я хотела бы обратить ваше внимание. Вот такие предложения. О решенном говорить, только путать. Слушать тебя – наслаждение. Мой долг – предупредить тебя об опасности. Вы удивитесь и спросите, а почему мы здесь ставим тире, хотя видим в этих предложениях глаголы. Говорить, путать, слушать, предупредить. Давайте познакомимся с правилом. Тире ставится, если подлежащее исказуемое выражено инфинитивами, то есть не только именами существительными в именительном падеже. И даже в том случае, когда одно из них подлежащее инфинитив, а второе, например, существительное. Или сказуемое инфинитив, а подлежащее имя существительное. В этом случае мы тоже будем ставить тире. Давайте посмотрим на те предложения, которые у нас даны для тренинга. В каких предложениях сказуемое выражены инфинитивом? И подлежащее, и сказуемое. Друга любить, себя не щадить. Летний дождик, одно только удовольствие. Без дела жить, только небо коптить. Знать природу своего края, его историю, быт. Это укоренять в себе любовь к родине, а решенном говорить, только путать. Итак, что же это за ответы? Это ответы 1, 3, 4, 5. Еще один момент в этом правиле очень важный. У нас есть слова помощники, мы уже столкнулись с ними. Это вот и значит. Тире ставится перед этими словами. Это значит вот, которое присоединяет сказуемое к подлежащему. Вот здесь вы никогда не ошибетесь, увидев и найдя слово. Вот это или значит. Поймать ерша или окуня – это такое блаженство. Спорт и культура – вот два ключа к радости и красоте. Выберите те предложения, в которых, безусловно, есть слова-подсказки, но именно они нам говорят о постановке тире между подлежащим и сказуемым. Безумство храбрых – вот мудрость жизни. Вот пенал, вот рюкзак, вот форма. Его это не разозлило, а успокоило. Париж – это столица Франции. Понять – значит простить. Человек – значит неизмеримо больше. Итак, давайте проверим, хорошо ли мы усвоили эту часть правила. В том случае, когда подлежащее или сказуемое выражено инфинитивом, тоже необходимо поставить тире. Проверьте себя. В каких предложениях подлежащее и сказуемое выражено инфинитивом? Друга любить, себя не щадить. Летний дождик – одно только удовольствие. Без дела жить, только небо коптить. Знать природу своего края, его историю, быт – это укоренять в себе любовь к родине. О решенном говорить, только путать. Я думаю, что вы без труда назовете те номера предложений, в которых действительно употребляется инфинитив в качестве подлежащего или сказуемого. Ответ – 1, 3, 4, 5. Еще один момент, важный момент в этом правиле. У этого правила есть слова-помощники «это вот значит». Тире ставится перед словами «это значит и вот», которое присоединяет сказуемое к подлежащему. Поймать реша или окуня – это такое блаженство. Спорт и культура – вот два ключа к радости и красоте. Попробуем выбрать те предложения, в которых слова «это вот значит» являются подсказками. Перед ними ставится тире, а вот в остальных случаях они выполняют другую функцию. Безумство храбрых – вот мудрость жизни. Итак, безумство и мудрость подлежащие и сказуемое. Конечно же, перед словом «вот» мы поставим тире. Вот пенал, вот рюкзак, вот форма. Мы найдем только слова «пенал», «рюкзак» и «форма», но не найдем сказуемого, выраженное существительным. Значит, второе предложение нам не годится. Его это не разозлило, а успокоило. Что? Задаем вопрос. Это. Что сделало? Не разозлило. Перед нами двусоставное предложение, где сказуемое выражено глаголом. Значит, третье предложение нам тоже не подходит. Париж – это столица Франции. Я надеюсь, вы без труда скажете, что действительно в этом случае нам нужно поставить тире. Понять – значит простить. Это новая для вас часть правила. Слова «понять» и «простить» – это слова. Подлежащие и сказуемое выражены инфинитивом. Человек – значит неизмеримо больше. Подлежащий человек – что делает? Значит. А значит и это предложение нам не подходит. Итак, один, четыре и пять – это ответы. Верные, правильные ответы. Я надеюсь, что вы поработаете с учебником и сделаете самостоятельное упражнение 493, 124 или 217, которые помогут вам закрепить это правило. Удачи вам в выполнении домашнего задания. Надеюсь, что правило «постановка тире между подлежащим и сказуемым» не оказалось для вас сложным. Итак, если есть слова «помощники» – это вот значит, а подлежащие и сказуемое выражены именами существительными или инфинитивом, вы без труда поставите «тире» в данных предложениях. Добрый день, дорогие пятиклассники! Мы продолжаем с вами разговор о замечательном рассказе Виктора Петровича Оставхева «Васюткина озеро». Я искренне надеюсь на то, что чтение этого произведения, одного из лучших произведений нашей классической литературы, принесло вам большое удовольствие. И сегодня мы вместе с вами проанализируем следующие темы, поговорим об автобиографичности этого рассказа и остановим свое внимание на том, как же произошло, что мальчишка из сибирской деревни стал первооткрывателем лесного озера в глухой сибирской тайге. Если вы внимательно работали с нашим учебником, то на странице 125 вы видели под рубрикой «Судьба рассказа Васюткина озеро» небольшой отрывок. Вы прочитали его и наверняка узнали о том, что в детские годы история, описанная нашим автором, произошла с ним самим. В летний период на каникулах он заблудился в сибирской тайге, а когда пришел на уроки к своему любимому учителю Игнатию Рождественскому, он написал такое сочинение, которое тут же было переписано в стенную газету школы, получило одобрение, самое высокое одобрение любимого учителя и прославило нашего автора. Действительно, история, которая описана Виктором Петровичем Остафьевым, случилась с ним. И вы хорошо знаете уже в пятом классе, вы взрослые люди, знаете о том, что автобиография – это описание своей жизни. Поэтому в каких-то эпизодах, каких-то моментах здесь, в этом рассказе, мы найдем все те события, которые случились с Виктором Петровичем. Начиная читать рассказ, вы обратили внимание на то, какая интересная преамбула. Откройте, пожалуйста, страничку 124. Найдите, пожалуйста, название рассказа «Васюткино озеро». Прочитайте со мной вместе первый абзац. «Это озеро не отыщешь на карте? Небольшое оно. Небольшое, зато памятное Васютке. Еще бы! Мала ли честь для 13-летнего мальчишки озеро, названное его именем? Пускай оно и невелико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашел его и людям показал». Читая и готовясь к сегодняшнему уроку, вы наверняка уже поняли, как произошло, что Васютка нашел это озеро. Давайте пройдем с вами по тексту рассказа. Предлагаю вам открыть страничку 137 нашего учебника и обратим внимание на те детали, которые вам уже хорошо знакомы. Когда ребенок несколько ночей ночевал в сибирской тайге, испытывая чувство голода, чего греха таить и чувство страха, конечно, тоже. Помните эту его историю с корявым пнем, который ночью, показалось, подошел к ребенку? Все это происходило, конечно, в таких вот суровых условиях, и тем не менее ребенок стал первооткрывателем. На странице 137 найдите, пожалуйста, абзац. «Солнце пошло на закат, когда Васютка заметила среди однообразного мха тощие стебли травы». Любознательный, любопытный ребенок, живущий не первый год в сибирской тайге, хорошо знал, что трава растет только на берегу рек. И вот этот момент у вас отмечен в плане нашего урока. Посмотрите, пожалуйста. Дальше он, вдохновившись от того, что трава растет не отдельными стеблинками, а уже целыми кучками, стал бежать по направлению того, где гущая и гущая трава, и что он увидел? Он увидел, что суровый ельник закончился, а перед ним открываются красивые березы, красивые осинки, мелкий кустарник, смородинник, черемушник и так далее. Все это о чем говорило? О том, что у ребенка родилась надежда, что он в конце концов выйдет к людям. Он быстренько-быстренько бежал и наткнулся на болото. Мгновенное разочарование. Чуть дальше внизу на этой же страничке вы читали о том, что жуткое разочарование постигло нашего героя. Болота никогда не были около реки. Но он попытался себя убедить в том, что это неправда. Когда он в несколько прыжков выскочил в воде, оказалось, что это не Енисей. Это не та река, с которой он связывал светлые надежды на возвращение домой. Он посидел и даже поплакал. Согласитесь, 13-летний подросток может плакать, тем более, когда на него долю выпадают такие суровые испытания. Он остался на этом месте, и его внимательность помогла ему успокоиться. Когда он напустился на колени для того, чтобы умыться, что он увидел в воде? Помните? Он увидел огромное количество рыбы, которая совершенно спокойно, не боясь, плавала. И он насторожился, потому что он увидел среди этих рыб белую рыбу. Это речная рыба. Значит, у него есть надежда. Утки были совсем не напуганы, плавали у самого берега с хозяйским спокойствием. Утки редко видели людей, а здесь их вообще не было. И этот странный ребенок, появившийся на берегу лесного озера, их не пугал. Что происходит с главным героем? В душе рождается надежда. И когда он делает несколько шагов от этого лесного озера, он видит, что залив – это только отголосок маленького озера. А его ждет дальше еще одно большое озеро, которое стало потом называться Васюткиным. Через два дня, когда его спасли, привели в хорошее расположение духа. Когда он уже почувствовал себя маленьким мужичком, он возвращается к этому лесному озеру, поразившему его своей красотой, для того, чтобы показать его дедушке, своему отцу и тем рыбакам, с кем свела его жизнь у сурового Енисея. Он заправски, по-мужски довольно привел своих близких к этому лесному озеру. И интересное событие, которое, наверное, было связано и закономерно оправдано. Рыбаки непроизвольно, гордясь своим маленьким товарищем, назвали это озеро Васюткино. Васюткино озеро. Так и повелось. Мы с вами в начале рассказа обратили внимание на первый абзац, которым говорилось об этом озере. А вот теперь я предлагаю вам перелистать страницы и остановиться на 152-й. Обратите, пожалуйста, внимание на второй, на предпоследний абзац. На районной карте с этого дня появилось еще одно голубое пятнышко с ноготь величиной под словами Васюткино оз. Это сокращенное слово озеро. На краевой карте это пятнышко всего с булавочную головку, уже без названия. На карте же нашей страны озеро это сумеет найти разве сам только Васютка. Но какая честь была оказана выносливому парнишке, который пять дней провел один на один с суровой сибирской тайгой. Вы представляете, с какой радостью он возвращался в школу к своим детям, к своим сверстникам, к любимой учительнице, которую, кстати, вспомнил в сибирской тайге. И как он гордился тем, что теперь люди называют Васюткиным озеро, которое он нашел. Я думаю, что когда Вы читали эти фрагменты, чувство гордости испытывали и Вы. Наверняка каждый из Вас представлял себе на месте нашего главного героя. Говоря об этом произведении, мне хотелось бы, чтобы Вы точно помнили, что такие события могут случиться с каждым из нас. На прошлом уроке Вы читали, Вы говорили, мы с Вами говорили о тех чертах характера, которые позволили ребенку сохранить свою жизнь. И я думаю, что творческое задание, которое я предлагаю Вам в качестве домашнего, на странице 153, рассказать о таких событиях, которые происходили с Вами, оно немножко перекликается с содержанием нашего рассказа. Я думаю, что сейчас, когда у нас появилось чуть-чуть больше лишнего времени, мы можем пообщаться с одноклассниками в чате, может быть, по скайпу и рассказать друг другу вот этот интересный эпизод, произошедший с нами. Если с Вами еще не происходило ничего подобного, не отчаивайтесь, жизнь большая и интересная. Я думаю, что у Вас будут еще интереснее эпизоды, о которых Вы будете рассказывать друг другу. Первое задание. Я предлагаю Вам устно ответить на вопросы номер 678 на странице 152. Эти вопросы касаются отношения взрослых к происшедшим событиям, о том, как волновались родители, как организовывали поиски. Эти вопросы касаются того, почему взрослые назвали озеро именем ребенка, заслуживает ли ребенок такой чести или нет. И последний вопрос, я предлагаю Вам на него обратить особое внимание. Какие иллюстрации Вы бы предложили к этому рассказу? В течение двух уроков я показывала Вам иллюстрации известных художников. А что Вы бы нарисовали? Какой эпизод остался в Вашей памяти настолько, что Вы захотели бы запечатлеть его? И не беда, если мы не рисуем с Вами так, как известные художники, но наши мысли, наши души иногда находят отражение на альбомном листе. Поэтому я искренне желаю Вам хорошо подготовить домашнее задание. В случае необходимости еще раз вернуться к тексту и буду ждать Вас на следующем уроке. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!